Канал Руненштайн Айнс представляет Конституция под копирку Недействительная Конституция Германии Дискуссия по поводу внесения поправок в Конституцию РФ развернулась нешуточно В интернете бурлят страсти на протяжении последних нескольких месяцев А вы не задумывались, как внедрялись Конституции в других странах? Разберем конкретный случай на примере Германии Мой самый главный слушатель сегодня – это добрый Ослик И.А. Ослик И.А. верит во все, что ему скажут Ему надо только показать морковку, и он пойдет за ней следом Голосование о добавлении новых поправок в Конституцию РФ намечено на 1 июля Но оно уже идет полным ходом Моя мать, проживающая в Тульской области, уже проголосовала заранее К ней пришли домой, ну и в качестве морковки Ей пообещали ежегодную индексацию пенсии Ну и ладно, итак, не будем отвлекаться, а приступим к разбору немецкой Конституции Перед вами акт, подписанный безоговорочной капитуляцией Ак подписан 7 мая 1945 года 8 мая эту же процедуру повторили в Берлине 8 мая 1945 года Германия подписала безоговорочную капитуляцию Чем пала в ноги победителей, отдав им в руки свою судьбу Истерия европейцев по поводу якобы присоединения Крыма к России А на их взгляд аннексии просто зашкаливала Последствием этой истерии стали санкции Но операция референдум в Крыму прошла успешно Крым наш, но все-таки чей? А тут Германия, великий гарант европейской демократии Принимает у себя же 23 мая 1949 года Конституцию для народа Перед вами подписи тех, кто ее принял Конституция Германии была принята без всенародного волеизъявления И проведения референдума, то есть народного голосования Разберем факты этой успешной геополитической операции Англо-американских оккупантов В 1948 году англо-американская оккупационная зона Должна была быть преобразована в государство Первым шагом для этого в сентябре 1948 года Был образован парламентский совет В котором были представители из всех федеральных земель Находящихся под контролем англо-американцев Я старательно избегаю добавления слова французов Так как их в победителя просто примазали Это памятная доска, установленная на фасаде здания Где 1 сентября 1948 года Начал заседать парламентский совет Германии 8 мая 1949 года Ровно через 4 года После повторного подписания капитуляции Парламентский совет демилитаризованной зоны части Третьего рейха Под контролем англо-американцев Проверяет проект конституции На основе конвенции Подписанной в баварском замке Херен-Чимзее Бывшей резиденцией баварского короля Людвига II Замок расположен на острове Чимзее Рядом с городом Бернау В этом замке с 10 по 25 августа 1948 года По заданию временных глав федеральных земель Был подготовлен текст конституции Который и был отправлен позже на проверку И одобрение парламентскому совету Проект немецкой конституции Действующий сейчас на территории Германии Готовили 33 человека 22 человека находились постоянно в зале 11 где-то шарохались Очень такая забавная игра цифр 33, 22, 11 Принятый проект документа конституции Германии состоял изначально из 149 статей В итоге в нем остались 146 статей 12 мая 1949 года текст конституции Одобрили представители оккупационных войск 20 мая 1949 года областной совет Баварии Отказался принимать конституцию И образование ФРГ Сославшись на статью 144 пункт 1 Еще не действующего документа основного закона На документе, который вы сейчас видите перед собой Стоит подпись председателя совета Михаэля Хорлахера Выполнены карандашом Какие-либо печати Гербовое оформление бланка отсутствует Сам же господин Хорлахер Выжив 12 лет в фашистских застенках С должностью председателя областного совета Баварии Совмещает несколько ведущих постов В правительстве Баварии Но ручка для подписания такого важного отказа На заседании совета у него не нашлась А другие немцы, присутствующие на этом заседании Просто зажали и не одолжили ручку Для такой важной подписи В так называемом проекте Конституции Объединение федеральных земель Германии В статье 1 пункте 1 Присутствовало одно предложение Государство для человека, а не человек для государства В принятой Конституции оно было заменено На неприкосновенность человеческого достоинства Конституция Германии была принята голосованием Парламентского совета 23 мая 1949 года За нее проголосовало большинство 53 за и 12 против Она вступала в действие со следующего дня Таким образом, 24 мая 1949 года Начали считать днем образования ФРГ И преобразованием объединения Федеративных земель под контролем оккупантов В марионеточное государство Поверженная фашистская Германия К середине 20 века превратилась в плацдарм Для развертывания военных группировок сил НАТО На европейском континенте Какие же мы сможем сделать выводы Из произошедших событий Парламентский совет был нелегитимен Так как подчинялся оккупантам целиком Ими же и контролировался Текст документа основного закона Одобрялся оккупационными властями Всенародное голосование жителей страны Не проводилось Их мнение вообще никто не спрашивал Как и в случае с пандемией Макаронавируса Все процессы управляются из единого центра И проводятся по одному шаблону Заготовленному заранее Царствование Владимира Путнейшего Превосходит по демократизации Немецкую демократию За счет проведения референдумов Все поправки в немецкую конституцию Вносятся без проведения референдума Мне искренне жаль Что в новую конституцию России Забыли добавить вот это предложение Государство для человека А не человек для государства А Германия так и осталась Оккупационной зоной союзников СССР в войне против Третьего рейха Гитлера Схема внедрения конституции Проводится везде как под копирку Сначала протаскивают проект конституции Потом его преобразуют любыми доступными методами В основной закон страны Ну а при необходимости В него вносят изменения В зависимости от ситуации На политической арене государства И поставленным требованием Центрального пульта управления Это плакат на одном из немецких предприятий Надпись гласит Новый порядок монтажа Мы обустроим наше будущее После окончания первой волны Макаронавируса Плакат заменили Переход к новому Мироустройству Начат Благодарю вас за внимание Оставайтесь на канале Продолжение следует Поделитесь этим видео с близким человеком На этом все Жми колокольчик Чтобы не пропустить новые видео Пишите комментарии И читайте комментарии Там иногда умные люди Пишут умные вещи Всем добра Субтитры сделал DimaTorzok